Всем привет! Сегодня я сделала такой новый сюжет о том, как шить одежду для собак. И буду я шить вот такую из бифлекса рубашечку. Я уже все выкроила и на спинке уже выложила из тратиков рисунок, чтобы на это не тратить время уже заняться самим пошивом. Итак, сейчас я расскажу, какие детали я выкроила, что мне надо будет. Вот эта вот самая большая, это спинка. Вот это детали животика. Также два рукава, левый и правый. Две детали окантовки, даже не окантовки, а планки. Вот по низу рукава будет ярко салат. Такая подобрала в цвет стразика, вот мои матрешки. И длинная деталь выкроена. Это у меня для горловины и для низа. В качестве резинки это будет использоваться. Итак, сейчас я, наверное, буду показывать сам процесс. Это будет видео такое не совсем короткое, но весь процесс я засниму, как я его шью. Итак, сейчас, когда машинка будет шить, это будет шумно. Я в этот момент говорить не буду. И первое, что я делаю, это вдвое сложенную вот эту планку по лицу буду на верлоке пристраивать под низу рукавов. Я ничего не сметываю, не закалываю. В принципе, сам пошив очень легкий, в принципе, этого ничего не надо. Таким образом получается рукава. Следующее, что я делаю, это детали животика и спинки я стачиваю по плечевым швам. Также на верлоке. Такое вот оно уже получилось у меня. И следующее, что я делаю, это мне надо будет встачать рукава. Рукав вот такой вот формы. С одной стороны изогнут, с другой есть вот волнутость такая. Там, где он изогнут, большей частью, эту часть я накладываю на... Вот так получается, на деталь спинки. И также на верлоке сейчас буду строчить. Сейчас, если вам хорошо видно. Вот так вот по кругу. И на деталь животика вогнутая часть вот вовнутрь выходит. Один уже готов у меня. И сейчас я делаю второй. Вот рукава уже готова. И следующее, что я делаю, я теперь соединяю боковые швы. Так же на верлоке. Уравнивая срезы в первую очередь. Сватываю вот эти мои каемочки. Но тут уже, если по нижнему срезу там не будет совпадать, что-то где-то выходить, то ничего страшного. Все равно оно потом обрежется, когда будет по низу эта резиночка пришиваться. Итак, сейчас я пришиваю на верлоке. Соединяю вот эти боковые швы, стараясь уравнивать вот эти все срезы. И я на верлоке. Все равно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот боковые срезы уже готовы... Так вот она получается... Следующие... Концы я пока не срезаю... Ничего с ними не делаю, я их оставляю... Сейчас я буду обрабатывать горловину... Для горловины... Вот у меня тут намечена... Получается середина животика... Также... Сделано это внизу... Вот надсечка у меня... Сознал, что будет лучше делать это все... И теперь... Для того, чтобы обработать горловину... Мне нужно будет... Вот это вот серединка животика... Я... За сантиметр... Получается... Начинаю... От угла... Выходить полукругом на нет... И шить по кругу... Так же самое заканчивая... Тоже за сантиметр... Сейчас я сделаю... Покажу... Я думаю будет... Понятно... Как это все было сделано... Потом нашел, а lawn... ening почти... Утомляя... и сверху... Если я перечислю... Валgot приснише... Уходим. Уходим. Уходим и офис. Уходим... Уходим. Это wonderfully прикрас debitrico. Уходим. горловину я сделала тут немного вышло ничего страшного эта ниточка завяжется вот и получилась такая вот горловинка тоже вот получается тут центр находится и точно так же по такому же принципу я сейчас буду делать низ вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так вот, в принципе, за 10 минут получилась вот такая симпатичная рубашечка. Вот эти хвостики от оверлока, я их завязываю. Завязываю лишнее обрезаемое, кому как удобно. Кто цыганская гонка заправляет, кто просто заклеивает. Я же вот таким образом делаю. И всё. На узелок. Единственное, что я не сказала, но сделала, это... Когда я шила вот эту... Как резинку, я её натягивала. Натягивала салатовую. От этого вот получился вот такой эффект. При сборке будет довольно-таки симпатично смотреться. В принципе, она уже готова. Вот. Так быстро и красиво. Всё. Всем спасибо, кто смотрел видео. Кому было интересно, полезно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. В следующем видео я буду шить также одежду для собак. Ну, такой более утеплённый вариант. Вот. Всё. Всем пока-пока. Всё. Субтитры сделал DimaTorzok